Рождество Христово – один из 12 великих праздников православной церкви. До IV века христиане вспоминали день рождения Иисуса Христа в день Богоявления, в который отмечали сразу три события – Рождество Христа, принесение даров волхвами и крещение. В день Рождества в храмах Сарова прошли торжественные богослужения. Главному зимнему христианскому празднику по традиции в храмах и в домах ставят вертепы, нарядные елки, а также зажигают свечи, как символ вифлемской звезды, которая привела волхвов к родившемуся младенцу Христу. Почему и зачем Творец Вселенной снисходит на землю в образе младенца, рождаясь от Девы Марии в Вифлеемской пещере? Конечно, постичь эту тайну в полной мере мы не в силах. Но, внимая словам Евангелия и прислушиваясь голосу церкви, мы можем понять главное – по любви к человеку Господь пришел в этот мир. Он стал одним из нас, чтобы освободить от власти зла человеческий род. По уже сложившейся традиции, по большим церковным праздникам в православной гимназии проводят настоящий бал – Сретенский, Пасхальный или Рождественский. Это особое событие для всех гимназистов. На мероприятии ребята седьмых-одиннадцатых классов танцуют, играют в подвижные игры и знакомятся между собой. На Рождественском балу ребята устроили танцы со сменой партнеров, а также полюбившийся гимназистам конкурс с воздушными шарами. В паре к ноге партнерши прикрепляется воздушный шарик, и происходит такое небольшое соревнование, где нужно лопнуть шарик у другой пары. В общем, много интересных игр, которые нравятся ребятам, нравятся учителям. И этот бал очень сближает ребят, дарит положительные эмоции и позволяет насладиться праздником по полу. К Рождественскому балу гимназисты готовились две недели, разучивали танцы, составляли сценарий праздника. А тем, кто не был на репетициях, ведущие объясняли и показывали движения, поэтому танцевать мог любой желающий. Подготовка к балу проходит как самим ученикам, так и педагогам-организаторам. Я это все очень люблю, я активно помогала, мы и придумали украшения, и украшали сами. И также у нас в школе ансамбль, в котором мы тоже будем играть произведения. В этом году меня сделали ведущим, посмотрю, как это вести бал. А в прошлом году бал получился довольно интересным, ведущие очень активно всех поднимали, было весело. На балу, посвященном празднику Рождества Христова, ученики танцевали вальс, польку, ректайм, шпилуаз. А школьный ансамбль подарил гостям вечера душевные зимние песни. Еще одна ежегодная традиция гимназического мероприятия – выбор короля и королевы бала. Я была на балу один раз, это было в прошлом году, и он для меня стал незабываемым, потому что меня выбрали королевой бала. И у меня появилась возможность поздравить всю нашу школу с Рождеством. И это был очень запоминающийся момент в моей жизни. И от этого бала я жду тоже очень праздничного настроения и какой-то красоты такой новогодней, рождественской. На бал в православную гимназию ежегодно приглашают выпускников прошлых лет. После нескольких танцев и веселых игр ребят угостили мороженым. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.